Городской репортаж Все эти годы рынок оставался таким, каким его построили в 1988 году. И вот спустя почти 30 лет СОПТа предстала перед своими покупателями в новом образе. Перед нами стояло несколько задач изначально. Это должна была быть принципиально новая концепция современного рынка. Кроме того, мы не должны были закрывать рынок, то есть сохранить людям возможность покупать так называемые концепции фреш-маркет. У нас применялись только натуральные материалы. То есть это натуральная древесина, а листиницы обшиты на наши фасады. Нет никаких химических композитных материалов. То есть все дышит. Здесь действительно стало комфортно и для продавцов, и для покупателей. Отопление не даст замерзнуть зимой, а кондиционеры освежат летом. Новые условия для работы очень понравились арендаторам. На сегодняшний день их здесь около 400. Рынок заполнен на 90%. Расскажите нам, пожалуйста, как вам обновленный рынок, как условия? Отлично, все хорошо, очень нравится. Довольны, очень довольны. В дальнейшем посмотрим. А вы до этого работали уже? Да, да, работала. Ну как, условия сильно изменились? Очень даже, очень. Все хорошо, отлично. Работать стало комфортнее? Все чистенько, аккуратно, все удобства есть. Покупатели тоже довольны, все хорошо. Про покупателей тоже не забыли. Большая часть рынка теперь под крышей, поэтому ни дождь, ни снег не отвлечет вас от покупок. Шикарный, мне понравился. Рядом живой, только здесь всегда оттовариваюсь. Тут уже и продавцы нас знают, и мы их знаем, даже в долг дают. А что вы можете сказать о товаре, который здесь? Ну всегда свежий, всегда свежий, залежалого ничего нету, как в магазине, допустим. Ну как-то поцивильнее, действительно какой-то европейский стиль. Организаторы рынка «Софта» сегодня устроили настоящий праздник. С детьми работали аниматоры, все присутствующим предоставляли скидки. Но настоящим сюрпризом стал вот такой 60-килограммовый пирог, который мы, кстати, скоро и отведаем. Елена Андреева, Александр Спицын, Большая Валашиха Лайф. Городской репортаж